Кумыс Кочевники хранили в тайне И до сих пор в своих подсобных хозяйствах Кобыл доят вручную А кумыс сбивают дома также руками Хозяйке или хозяину При этом необходимо постоянно находиться рядом с животными Даже на отгоне Ведь доить лошадей необходимо как минимум каждые два часа Крупных промышленных производств До недавних пор в Казахстане не было Но для переработки кобылевого молока в сухое Пришлось адаптировать новые технологии Мы начали стройку в 2014 году Буквально за 10 месяцев Мы данный комплекс построили Который соответствует всем европейским нормам Были привезены как металлоконструкции Так и ворота, которые я сегодня показывал Так и жалюзи в Германии Все по европейским стандартам От водоснабжения до доильного цеха Это место называют курортом для лошадей Фермеры протянули 12 километров Линии электропередач Построили водонапорную башню И даже установили вышку для сотовой связи Поголовье на сегодняшний день 2500 голов Из них 1500 маточного поголовья 700 лошадей доятся и днем и ночью Содержание у нас табунное Как бы получается Во время дойки Загоняем вот эту вот Как вы видите Вот эту базу Стойловую часть Подкармливаем тоже сеном Хрожом И доятся Ночную дойку тоже так же проводим Дневная уходит Пастись на улицу А ночная приходит А когда ночная уходит Дневная загоняется Весь процесс дойки В среднем занимает 2 минуты Каждая кобыла проходит на свое место Где лежит корм-приманка Когда лошадь жует То она расслабляется И настраивается давать молоко В отличие от коров Кобыл в среднем доят 5 раз в сутки И получают примерно 1 литр молока за дойку Специальных доильных аппаратов для лошадей Никто не разрабатывал Поэтому здесь применяют Доильную систему Тандем Изначально предназначенную для коров Конструкцию нарастили Расширили А лошадей обучили Очень быстро приспособились У нас имеется еще испытательная Как бы тренировочная база Там за 3 дня Обучаем И загоняем Как вы видели Германская Вот эта доильная установка Видели смирно Техо Как положено Они дуются очень аккуратно Быстро привыкать к людям Все автоматизировано И даже чтобы попить Лошади достаточно надавить носом на поилку А в зимнее время вода подогревается Все лошади казахской породы жабы На собственном опыте Фермеры убедились Что лучше исконно казахской Для получения молока Нет Животные адаптированные К местному климату Пасутся в поле И летом, и зимой К тому же дают молоко Даже в холодное время года Да Да Данное время 700 доим Дальше потом Зимний период Мы уже не 700 400 голов будем доить Так запланировали Это значит Бедврачи, за технику Вот эту вот Селекцию проводят Они Сейчас Глубо Поздняя жеребка начнется У нас она на улице А, на улице Да, на улице То есть они вот там Прямо в степи Да, в степи Они Сейчас вот начинает Тут потихоньку жеребиться Полтора месяца пойдет Это как раз осень наступает Дети уйдут Их Начинаем Деньги Общая стоимость Этого уникального проекта По производству Сухого кобылевого молока Порядка полутора миллиардов тенге 30% собственных средств И 70% Профинансировано Компанией Казаграфинанс На эти деньги Было приобретено Технологическое оборудование Биологические активы Лошади Проведены строительно-монтажные работы Куплена техника В Казахстане Порядка двух миллионов лошадей Я так предполагаю Порядка одного миллиона Кобыл И из них Если даже 10% Мы будем доить В Казахстане То я думаю Это большое счастье То есть это порядка 100 тысяч кобыл Традиционное блюдо казахов Это мясо по-казахски А традиционный напиток Это кумыс При соблюдении Рецептуры приготовления В полезности такого меню Не остается никаких сомнений Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok